Друзья, привет! Сегодня мы общаемся с Юрием Валерьевичем Алдакимовым. Он обладает колоссальным опытом торговли на отечественном и международных рынках ценных бумаг. И тема нашей сегодняшней беседы достаточно простая. Стоит ли обычному человеку покупать и продавать акции? Есть ли смысл? Потому что если мы посмотрим американские фильмы, то мы в каждом фильме увидим, что они покупают и продают акции. Даже обычный почтальон и тот имеет у себя на пенсию запас небольшой акции. Вот возможно ли это в России, Юрий Валерьевич? Стоит ли нам торговать? Потому что Сбербанк предлагает, Тинькофф предлагает, БКС Финанс. Все предлагают. Приходите, покупайте, продавайте на нашей площадке акции. А если у меня в кармане 100 тысяч рублей? Есть смысл? Здравствуйте. Отвечая на ваш вопрос, Альберт Валерьевич, хочется сказать, что, конечно же, стоит. То есть стоит торговать акциями. Единственное, что в вопросе торговли акциями существует куча «но». Безусловно, надо понимать, что, купив акцию, вы потратили деньги, которые, в принципе, вам возместить и вернуть никто не обязан. Соответственно, вы свои 100 тысяч рублей вложили, и это ваш риск. Соответственно, из этого исходя, стоит сказать, что на последние деньги торговать акциями, безусловно, рискованно. И не стоит этим заниматься. В целом, конечно, когда торгуете акциями, надо посмотреть, чем вы торгуете. Вы должны понимать, что за акции. Выбрать их, безусловно. Сейчас как раз очень хороший момент. Очень много ресерч написано, исследований всяческих аналитических на эту тему. Можно почитать. В свободном доступе в интернете это все и есть. Неплохие аналитики в крупных банках пишут очень много обзоров про компании, про их перспективы. Но надо понимать, что в торговле акциями очень важно найти правильный момент, когда вы их купите. Повторю, это не облигации. Тут вам никто вернуть ничего не обязан. Соответственно, в основном торгуют акциями в расчете на рост их курсовой стоимости. То есть сейчас вы их купили за рубль, чтобы продать их за рубль 50 или 2 рубля, или если очень повезет, по 3. Конечно же, есть дивиденды у компаний, которые платят их, когда компания заработала прибыль, вот, чистую часть этой прибыли распределяется на выгоду дивидендов. То есть акционерам выплачивается какой-то там небольшой процент. Но вы должны понимать, что этот процент сопоставим с процентом по депозиту. То есть это не будет там 10, 15, 20, 45 процентов. Это, как правило, 3, 5, 7 процентов годовых. Вот. Смотрите, например, я начинаю торговать акциями в моем представлении, лично в моем, что рынок торговли акциями это такой некий лохотрон. Ты туда придешь с одним миллионом рублей, в лучшем случае ты оттуда уйдешь обратно с 500 тысячами рублей в кармане. Потому что не обладая специальными знаниями, торговать на рынке не имеет никакого смысла. Я просто кому-то отдам в карман свои 500 тысяч рублей. С этим я не соглашусь утверждением. То, что я бы точно не советовал, это заниматься спекуляцией на рынке ценных бумаг. Ну, то есть, к примеру, купить акции сейчас, чтобы продать их там через 10 минут или послезавтра, или через неделю. Вот. Это путь такой в никуда. Тут надо понимать, что есть профессиональные инвесторы, профессиональные игроки рынка ценных бумаг и клиенты, частные лица, особенно маленький ритейл. Но, в целом, история такая, что купить акции в долгую, например, какой-нибудь «Газпром», который сейчас, например, очень сильно недооценен по сравнению с другими личными компаниями мировыми. И это вполне себе история обоснованная. Но, опять же, там не стоит, я бы сказал, даже крайне пагубная практика – это покупать акции в короткую. То есть, когда вам деньги эти понадобятся через месяц, год. Какой срок примерно рассчитывать? Ну, вот я сейчас на миллион рублей покупаю. Через сколько мне примерно можно будет вернуть свои деньги? Ну, повторю, когда вы купили акции, никто вам ничего не должен. Вы деньги потратили. Все, вы купили актив, у которого цена меняется. То есть, эта компания, которую вы купили, она может разориться, тогда вы получите ноль. Вот. Или, наоборот, вырасти, и тогда вы получите что-то. То есть, ну, в целом, вы, как мне кажется, как я вообще, там, советовал своим клиентам, когда занимался с клиентами, скажем так, вот, вы должны быть готовыми отдать эти акции своим внукам, передать, да, там, по наследству. Ну, соответственно, мне кажется, это естественно. Тогда надо иметь большие деньги в кармане, чтобы с надеждой передать это потом внукам. То есть, я тогда, получается, сейчас в короткую на этом не заработаю. А я повторю, что в короткую на этом зарабатывать частному инвестору не стоит. Стоит в длинную, да, там, вот понравилось. У меня замечательный был коллега, американец. Могу ли я на рынке заработать за год больше, чем по депозиту? Или маловероятно? За счет курсовой стоимости? Я вам, как математик, математику скажу. Вероятность 50%, либо да, либо нет. Ну, да, как вероятность динозавра на улице. Нет, ну, это динозавра гораздо менее вероятная история встретить. Но в целом, как бы, рынок акций, повторю, он замечательный инструмент для инвестирования, великолепный инструмент, но в долгую. То есть, строить свое, там, вот то, что сейчас я, там, возьму кредит, на этот кредит куплю акции, они вырастут, я их продам через полгода и куплю себе квартиру. Ни в коем случае нельзя. Так вы, скорее всего, эти деньги потеряете. Здесь вероятность потерять 80 на 20. Ну, смотрите, а тот же самый «Газпром», например, который сейчас недоценен, куплю я его акции. Через три года в отношении «Газпрома» введут очередные санкции, заморозят очередной поток. И они, опять-таки, будут недоценены еще в течение ближайших 10 лет. Ну, тоже такая история опасная. Никто не застрахован, да, вы абсолютно правы. Бывают различные расклады, и мы помним прекрасно, мы, там, старшее поколение, 99-й год, да, когда оценки компаний были минимальными, вот, и годы прошли, прежде чем, там, до 2003-2004 года все это стоило очень дешево, и только потом на рынке наметился существенный рост, да, то есть здесь никто не застрахован. Повторю, это акции. Здесь никто не застрахован от того, что стоимость компании упадет. Поэтому это исключительно игра в долгую. Исключительно. А может быть, есть тогда какие-то другие инструменты, где простому обывателю можно заработать больше, чем с обычного депозита? Потому что депозиты сейчас, насколько, 4% в рублях, да, и 0,1 в долларах и в евро. А вот куда тогда вложить? Вот есть у меня миллион рублей, что мне с ним делать? В первую очередь существует рынок облигаций. Рынок облигаций, он существенно отличается, да, от рынка акций. В первую очередь, когда вы покупаете облигацию какого-либо имитента, то этот имитент обязан вам вернуть эти деньги, да, там, в срок погашения этой облигации. Плюс еще должен вам купоны платить. Вот. Соответственно, если... А какой примерно процент сейчас по облигациям? Ну, вот смотрите, сейчас размещается замечательным государством нашему ФЗН, народная облигация ФЗ, вот, которая дает 8% годовых сроком там на 4 года, почему нет, рубля. Ну, то есть доходность в 2 раза выше, чем у Сбербанка, по-моему, да? Это вся история живет в динамике. То есть в 2, в 3, в 8, тут не очень корректно говорить. То есть вот сейчас вот такая вилка, например, доходность по депозиту в Сберии, это там 4,5-5, а, например, у ФЗН это 8% годовых. Вот сейчас такая вилка. Ну, то есть это достаточно существенно. Но, с другой стороны, это 4 года. 4 года я ничего с ними сделать не могу. Вы можете их продать. Там открытый рынок существует, у них есть какие-то котировки. И, безусловно, что вы сейчас купили ее, там, например, она по 98 размещается. Вот, вы купили по 98, может быть, завтра она стоит 96. Why not? Ну, по ней всегда будет котировка. То есть всегда будет... Это вот чем характеризуется как раз облигации акций ликвидных имитентов больших, да? То есть всегда существует рынок, и вы всегда имеете возможность продать свою там... Свою облигацию. А государство исправно платит по облигациям? Или, конечно, в 98 году? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. А как их купить и продать? Вот я, например, хочу купить облигации. Как их купить и продать? Где это можно сделать? Это сейчас очень просто. Для того, чтобы вам купить или продать облигации, вам необходимо открыть брокерский счет. Ну, вот сейчас вы можете сделать себе брокерский счет в практически любом крупном банке или брокерской компании. Вот, открываете брокерский счет, переводите на него, заполняете его, переводите на него те деньги, которые вы хотите потратить на рынке ценных бумаг и делаете операции. Соответственно, покупаете или продаете. Ну, имейте... А как это? Я где-то на сайте все онлайн делаю? Сейчас очень много приложений. Да, есть онлайн, на сайтах возможности. В мобильных устройствах, в приложениях вы можете все это сделать. Ну, то есть, по факту это получается, как Сбербанк онлайн, когда я там перевод делаю, здесь такая же простота купли и продажи облигаций примерно. Ну, я не буду говорить конкретных, да, там, провайдеров, но в целом, имейте в виду, что отличаются, да, то есть, например, банковское приложение называется вот банковское приложение, а инвестиционное приложение, как правило, называется что-то там связанное с инвестированием, торговлей и прочее. Ну, имейте в виду, существуют мошенники в сети, которые маскируются, поэтому, пожалуйста, проверяйте, да, там, куда вы идете, куда вы заходите, куда вы предоставляете свои личные данные. Это очень важно, это критично. Вы должны понимать, кто, вот, где вы открыли счет. Безусловно, опасайтесь мошенников. Очень много фальшивых сайтов, которые имеют схожие названия, поэтому 18 раз проверьте, позвоните, вот, в сам банк, уточните. А мы что-то платим банку за такие транзакции, он берет процент, закупил, да, даже. Безусловно. При осуществлении операции на рынке ценных бумаг с клиента взимается комиссия, комиссионное вознаграждение. Вы это обязательно проверьте перед тем, как осуществлять свои торговые операции, перед тем, как купить или продать актив. Спросите, поинтересуйтесь. В среднем. По больнице. Тут очень сложно среднюю величину найти, но в целом это десятые доли процента, скажем так. А, ну, то есть сумма небольшая, не то, что вас 3% от суммы забирают, это десятые доли процента. 3% это очень много. То есть есть инструменты, безусловно, где провайдеры, да, то есть авторы этих инструментов, продавцы этих инструментов берут большую комиссию, но там, как правило, что-то зашито, там какие-нибудь опционы или что-то в этом духе. То есть сложные инструменты. По простым инструментам, как правило, комиссия это десятые доли процента. Куда я еще могу деньги вложить, помимо государственных облигаций? Где еще хорошая доходность? Ну, здесь, конечно же, понятие хорошей доходности – это очень творческий вопрос. Вот. Но в целом существует рынок корпоративных облигаций, безусловно. То есть, например, вы можете положить деньги в Сбербанк на депозит, абстрактный банк на депозит, да, скажем так. А можете купить облигации этого банка. В принципе, риск сопоставимый, доходность может отличаться. Вот. Также существуют облигации… Если у меня депозит пропадет, мне бы, собственно, деньги вернет. Миллион четыреста. А если мои облигации в этом банке сгорят, то тогда мне никто ничего не вернет. Да, вы будете в очередь стоять. Это абсолютно верное утверждение. Поэтому, собственно говоря, существует у нас список систем назначимых банков. Существуют системы образующей компании, которые критично важны для нашей экономики и которые, очевидно, будут поддерживаться государством в случае каких-то неприятностей. Поэтому свои деньги нужно размещать. Опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, с эмитентом достойным. Большим, крупным, надежным. Это очень важно. Смотрите, государственные облигации, корпоративные облигации. Что еще? Сюда еще можно. Ну, рынок, акции, да, какую-то часть может забрать ваших инвестиций тоже. А корпоративные облигации я могу там же, да, в тех же самых приложениях? У нас существует две биржи, самых больших в Российской Федерации. Это Московская биржа и биржа Санкт-Петербург, где обращается очень много инструментов. Вот, вы можете посмотреть, например, открыть сайт Московской биржи, мойекс.ком, этот сайт. Вот, и там можно посмотреть, сделать выбор, посмотреть ремитенты, которые торгуются, собственно говоря, облигации, их условия, процентный доход к выплачиваемой держателю облигаций. Все, что угодно. Ход торгов, лот. Да, кстати, имейте в виду, что облигации и акции, как правило, торгуются в лотах. Вот, и если вы, например, задумаете купить какую-нибудь еврооблигацию, надо очень четко смотреть, что там происходит. Потому что бывает лот по еврооблигациям и 100 тысяч долларов, и 200 тысяч долларов, а бывает и гораздо меньше. Зависит от условий выпуска. А маленьких нет, например, купить на 30 тысяч рублей? Есть. А если я буду иностранные облигации покупать, там доходность выше, чем отечественные? Этот вопрос очень-очень не имеет, как бы, однозначного ответа «да» или «нет». Если мы, например, возьмем какие-нибудь облигации американские, американского правительства, выпущенные Федом, да, то там доходность будет существенно ниже, например, чем на облигациях Российской Федерации, там, в долларах номинированных, аналогичного срока. Вот. А если мы возьмем какую-нибудь Турцию в долларе, то там будет существенно выше. Вот мы понимаем прекрасно, что не бывает бесплатного сыра, да, он только в мышеловке водится. И поэтому очевидно, что вы платите, там, получая, там, большую доходность, вы, очевидно, гораздо сильнее рискуете. Надо понимать просто, почему по этим инструментам доходность выше. Это исключительно мирориск. Почему? Ну, ажели тут такой высокий риск, что Турция не будет выплачивать? Просто существует понимание у инвестиционного сообщества, что вот сейчас премия за риск при инвестировании в Турции должна быть выше. Поэтому доходность по турецким еврооблигациям будет выше, чем по российским, например, сейчас. Ну, мне кажется, шансы, что Турция не заплатит по облигациям, они мизерные. К сожалению, я не имею возможности оценивать шансы Турции заплатить или не заплатить по облигациям. Я могу сказать только из котировок, из текущих, что, например, сейчас риски при инвестировании в Турцию существенно выше, чем при инвестировании в Россию. Поэтому доходность по турецким еврооблигациям выше. Дальше уже инвестор сам решает, стоит ему ввязываться в эту историю или не стоит. Слушайте, а мне вот часто на телефон... Посмотрите, чего просто так... Мне часто на телефон звонят различные инвестиционные фирмы и предлагают мои деньги передать им для финансового управления. Я воспринимаю их исключительно как лохотронщиков, но... А действительно серьезные инвестиционные фирмы будут обзванивать людей по телефонной книге и что-то им предлагать? Ну, существует такой механизм, как cold calling. В целом, конечно, вы можете отдать свои деньги в управлении серьезным и зарекомендовавшим себя организациям, крупным банком, крупным брокерским компаниям. Вот, опять же, там, сделав предварительное исследование, насколько вы готовы отдать свои деньги именно конкретному вот этому юридическому лицу, назовем так, организации. Вот. Но имейте в виду, что, опять же, там, возвращаясь к концепции сыра, который где-то лежит, да, там, бесплатный он или не бесплатный, за доверительное управление вы всегда будете платить. Всегда. Вне зависимости от доходности. Да, безусловно. Вы можете потерять деньги, заработать, но вы всегда заплатите так называемый менеджмент-физ за то, что вы свои деньги передали в управление профессионалом. А часто банки предлагают еще паевые инвестиционные фонды. Купить пив. Есть смысл? Или тоже такое достаточно дело рисковое и больше шансов деньги потерять, чем заработать? Вот. По поводу потерять или заработать, это все зависит от конкретной ситуации на рынке. Например, если паевые инвестиционные фонды инвестируют в акции, а рынок акций вдруг взял и сложился, то бишь по-русски упал, вот, то, естественно, паевые инвестиционные фонды тоже принесет вам убытки. Тут, как бы, однозначно. Вот. Но есть свои плюсы, безусловно. То есть специалисты, профессионалы высокого уровня, нанятые банком, составляют портфели, в которые, собственно говоря, и распределяют ваши инвестиции, вот, безусловно, там, основываясь на собственном опыте и на рекомендациях ведущих аналитиков, которые тоже наняты за существенно большие деньги, которые работают на этой индустрии, да. Вот. Но, повторю, при общем обвале такой механизм, как паевый инвестиционный фонд вас не застрахует от убытков, раз. И второе, вы с большой вероятностью будете иметь больше, скажем так, времени на выход из этой инвестиции. То есть не получится там выйти из него там в тот же день, когда вы это возжелали. Если вы акцию или облигацию сможете продать, сразу же получить деньги на брокерский счет, потом вывести его на банковский счет, потом уже получить эти деньги в виде перевода или наличных, или вот этого, да. Вот. То с паевым инвестиционным фондом все немножко сложнее. Спасибо большое, что ответили. У меня больше вопросов нет. Если у наших подписчиков будут вопросы, пусть пишут, соответственно, в комментариях, постараемся на них ответить. И задают вопросы, что при следующей встрече мы эти вопросы разберем. Продолжение следует...